Полезный город Банкротство, оно же несостоятельность, это невозможность должника удовлетворить требования перед кредиторами по денежным обязательствам. То есть, когда его дохода недостаточно, чтобы платить по обязательствам. Есть ли какая-то градация, какая-то определенная сумма, с которой начинается вообще мысль о банкротстве? То есть, человек должен 10 тысяч рублей или 10 миллионов? Безусловно, можно говорить о том, что с любой суммы можно начать банкротство, но процедура выгодна и целесообразна в тех случаях, когда сумма долга составляет более 300 тысяч. Если обращаться к закону о банкротстве, то гражданин обязан обратиться в суд, если у него имеется просрочка более 30 дней. В течение месяца он не может платить по своему долгу и он уже должен каким-то образом действовать, начать? Да, безусловно. Если гражданин предполагает, что через месяц он уже не сможет платить по своим обязательствам, то в этом случае он имеет право обратиться с заявлением о признании его банкротом. В каких случаях сам человек объявляет себя банкротом, а в каких случаях кто-то еще это делает? В отношении него процедура может быть начата, если сумма долга составляет более 500 тысяч в совокупности. Не обязательно это должен быть один кредитор. А сам он может начать непосредственно, даже если просрочек нет, но он их предвидит. К примеру, он потерял работу, либо подработку, либо его уровень официального дохода снизился. Может быть, он заболел и это повлекло большие вложения финансовые, может быть, операции, либо покупка каких-либо лекарств. Соответственно, в этом случае он уже не сможет платить по тем обязательствам, которые у него есть. Наверное, будет на примере проще это объяснить. Гражданин имеет доход 50 тысяч рублей, и этот доход у него снизился. К примеру, сейчас он зарабатывает 25. При этом его обязательства по платежам, ну, допустим, в банке он должен платить, никуда не делись. Он платит по 10 тысяч рублей ежемесячно. Соответственно, у него остается 15 тысяч рублей. У него также есть, к примеру, ребенок. И вот тут как раз мы и рассчитываем, что на гражданина полагается прожиточный минимум. В среднем по стране он составляет 12 тысяч рублей. И на ребенка 10 тысяч рублей. Если родители проживают вместе, они обязаны содержать его пополам. Соответственно, с каждого по 5 тысяч рублей. И тут мы понимаем, что 10 тысяч уходит на оплату кредитов. 12 тысяч рублей – это прожиточный минимум на самого гражданина. И 5 тысяч рублей на ребенка. А зарплата 25. Очевидно, он не может исполнять обязательства, и он имеет признаки неплатежеспособности. Вот тут он как раз-таки и может подать на процедуру банкротства. В суде это все аргументировав, и его признают банкротом. Вообще, насколько сложна эта процедура? Процедура непростая. Скажу так, проходит в среднем она от 8 до 10 месяцев. Он может самостоятельно ее начать, и, возможно, все получится хорошо. Риск заключается в том, что он может не предусмотреть какие-либо риски, и это приведет, скажем так, к не списанию его долга. Конечно, я рекомендую обращаться к профильным юристам, которые занимаются этим каждый день. Знают, какие подводные камни могут встретиться в этой процедуре, чтобы изначально их предусмотреть. Сейчас очень много компаний, которые занимаются процедурой банкротства, оказывают данные услуги. Поэтому выбрать специалиста, который поможет освободиться от этих долгов, я думаю, не проблема. Объявление человека банкротом означает ли, что долг, который у него есть перед организацией, списывается полностью? Или это дает ему только какую-то передышку? Как раз задача и цель этой процедуры – освободить гражданина от непосильных обязательств, то есть восстановить его финансовое положение. Списываются абсолютно все долги, они раз и навсегда списываются, они никогда не возвращаются. И гражданин после прохождения процедуры может работать на любой работе с любым уровнем дохода, имеет право совершать абсолютно любые сделки, покупать, продавать имущество. Никто его в этих действиях не ограничивает. Мы сейчас подробнее об этом поговорим, но вот я маленький уточняющий вопрос задам в таком случае. Нет ли риска, что человек, может быть, не очень добросовестный, начнет вот этой процедурой пользоваться в каких-то своих интересах? Взял кредит, пошел в суд, суд признал меня банкротом, долг списался. Прошло какое-то небольшое время, человек делает то же самое, снова берет деньги в долг и снова говорит, а вот сейчас меня признают банкротом, и я опять никому ничего не должен. Так можно или так нельзя? Конечно, так нельзя. Если гражданин взял кредит буквально недавно и сейчас он хочет подать на процедуру банкротства, соответственно, этого сделать не получится, если нет очевидно свидетельствующих обстоятельств. Потеря работы, снижение уровня дохода. Соответственно, если он взял кредит вчера и сегодня он пошел подавать на процедуру банкротства, тут суд может усмотреть преднамеренность. Он заведомо знал, что он возьмет кредит и не будет его отдавать. Его от такого долга не освободят. При каких условиях может быть признан банкротом человек, у которого что-то есть, квартира, допустим, и есть долг? Может ли служба судебных приставов обратить взыскание на эту квартиру? Или есть, например, постоянный источник дохода? Мы приводили пример с зарплатой, но вот есть, например, пенсионеры, у них пенсия. Даже не снизят ее, эту пенсию, надеюсь, по крайней мере. Что касаемо жилья, тут нужно понимать, это единственное жилье для гражданина или не единственное? Единственное жилье, оно имеет иммунитет. Его у должника не заберут ни при каких, скажем так, обстоятельствах. Поэтому гражданин, имея актив в виде единственного жилья, может подать на процедуру банкротства, зная, что его у него не заберут. Если это постоянный источник дохода в виде пенсии? Тут мы также исходим из прожиточного минимума. Если размер пенсии не позволяет платить и исполнять свои кредитные обязательства, соответственно, пенсионер может подать на процедуру банкротства. А если у человека, который желает объявить себя банкротом, есть какое-то еще имущество, автомобиль, например, дача какая-то, техника дорогостоящая, тот же компьютер. Человек, когда принимает решение подать заявление на банкротство, он должен это учитывать? Что это могут изъять у него в процессе? Обязательно это необходимо учитывать, что мы делаем в самом начале, прежде чем подавать заявление. То есть мы изучаем, какие активы есть у гражданина, чем он может рисковать. И тут уже гражданин сам решает, либо ему проще продать это имущество и рассчитаться с кредиторами, либо возможно так, что у него есть автомобиль, есть дача, есть еще что-то, но даже продав это все имущество, ему не хватит на то, чтобы рассчитаться со всеми. И вот в данном случае процедура банкротства ему будет выгодна. Он это имущество готов отдать под реализацию, а с продажи денежных средств будут распределяться между всеми кредиторами, и, собственно, оставшаяся часть, она пойдет под списание. А бывает, что есть, к примеру, имущество, которое можно исключить из конкурсной массы, то есть которое не будут реализовывать. К примеру, есть автомобиль, и он является единственным источником дохода данного гражданина, либо, ну не дай бог, у гражданина имеется ребенок, к примеру, инвалид, либо он сам является инвалидом, и ему автомобиль необходим для передвижения. В этом случае, конечно, есть возможность, что суд сочтет необходимым оставить этот автомобиль гражданину. Есть ли в таком случае какие-то последствия признания человека банкротом? Вы говорите, что он может совершать любые сделки. Очень много мифов есть по поводу того, что будет после того, как человек пройдет процедуру банкротства. На самом деле последствий всего три, и все они указаны в законе. Во-первых, в течение пяти лет с того момента, как он прошел эту процедуру, если он вдруг захочет взять новый кредит, он просто обязан уведомить банк о том, что он признавал себя ранее банкротом. А там, может, дальше банк будет решать, выдавать ему кредит или нет? Конечно. Те, кто прошел процедуру банкротства, они, как правило, уже избегают всех кредитных обязательств. Это психология так работает, да? Человек уже боится брать что-то в долг, особенно большие крупные суммы. Да, безусловно. То есть это влияет, и, как правило, люди обходятся без этих кредитных средств. Если они и идут за ними, то с целью покупки жилья. А это уже залоговый кредит. Банк ничем не рискует, если должник снова не будет платить. Второе последствие – это в течение также пяти лет он не сможет подать на процедуру банкротства повторно. А, ну вот как раз эта история со злонамеренностью, да? И третье последствие – то есть он в течение трех лет не сможет занимать руководящие должности. Быть директором, генеральным директором, либо учредителем организации. Лицо, которое принимает решения, связанные с финансами внутри какой-то компании, он не может занимать этот пост. Да. Мы как-то все с вами говорим про долг перед финансовой какой-то организацией. А ведь бывает так, что человек, занимая деньги, например, у кого-то, у родственника какого-то, у соседа, там еще у кого-то, тоже возможна процедура банкротства? Тоже возможно. Давайте так, расскажу, какие обязательства, какие долги списываются. Кредитные задолженности по решению суда, либо по распискам к физлицам. То есть это могут быть штрафы, налоги, задолженность по коммунальным платежам. В том числе списывается ущерб в результате ДТП, имущественный ущерб. Не списываются вред, причиненный здоровью. Долги, которые появились в результате привлечения лица к уголовной статье. И субсидиарная ответственность. И алименты еще. Логично, скажем так, пройти процедуру банкротства, если есть задолженность по алиментам и по кредитным каким-либо обязательствам. То есть списывая кредитные обязательства, есть возможность в большем объеме закрыть задолженность по алиментам. То есть часть долга ты с тебя снял, и часть задолженности на тебе осталась, и ты получаешь больше возможности ее выплатить. Герман, а из вашей практики вообще, вот заявления на банкротство чаще всего подают от какой суммы долга? От 300 тысяч. Есть клиенты, у которых сумма долга и 200 тысяч. Безусловно, тут мы руководствуемся тем, подходит он по его обстоятельствам под процедуру или нет. Но, как правило, если сумма долга более чем 300 тысяч, тут объективно есть смысл подать на процедуру банкротства. Спасибо. Ну вот такие самые, может быть, первоначальные мы дали советы нашим слушателям. В каждой ситуации, конечно, нужно разбираться отдельно. В этом случае наверняка лучше обращаться либо лично, либо по телефону к специалистам. И к вам, я так понимаю, как раз за консультацией можно обратиться. Герман, как вас найти, где вы находитесь? Находимся мы в городе Кирове по адресу Горбачёва, 62-306-й офис, либо записаться заранее на консультацию по номеру телефона 20-44-00. Герман Кохряков в нашей истории был руководитель филиала группы компании «Бизнес-юрист» в городе Кирове. Мы говорили про банкротство физических лиц. Очень тонкий, наверное, непростой процесс. Лучше проконсультироваться со специалистом. Полезный город